Итак, друзья, вот и пришло время, когда мою машинку надо уже ставить на грузинские номера. Прошло уже три месяца, и поэтому, вернее, еще не прошло, но уже скоро будет. И поэтому я нигде не нашел конкретной инструкции с пунктами, как и что это делается. Вот, я уже начинаю потихонечку собирать документы, и в этом видео я вам все по пунктам разложу и покажу. Поехали! Сзади меня находится Батумская налоговая, и прежде чем идти в полицию, оформлять документы, вам нужно прийти сначала в налоговую и получить номер налогоплатилища. Он вам понадобится не только для того, чтобы поставить машину на грузинские номера, но и также, если вы будете получать какие-то посылки больше, чем 300 лари, платить налоги, НДС и так далее. То есть он вам пригодится. Это бесплатно и занимает очень мало времени. Все, вот я получил такой вот номер, он на листике А4, и теперь я уже зарегистрирован в налоговой в Грузии. И смело могу идти в полицию для регистрации номеров. Так, вот мы и попали в полицию. Сейчас я припарковал машинку и пойду в блок Б, насколько я понял. Не в А, не в Д, а именно в Б. Запомните сейчас раскладку. Там у вас примут документы и, в принципе, все. Под таким вот навесом стоим и ждем, когда, наверное, выйдет какой-то дядя и начнет сверочку. Все, вот таким вот образом мне пристегнули мои документы к листику. Это мой налоговый номер. И вот я снял номера. Все. Сейчас мы идем их сдавать. А это вот автодром. Я поинтересовался, что на самом деле могу просто прийти, выучить теорию и научиться ездить, и тут сдать экзамен, и все, у меня права. Да? Я говорю, автошкола. Ну, автошкола сказали, что это пережиток коммунизма. Вот так вот. Уже час дня, я там постоял. Сейчас пошел номер 368 или 68, я так и не понял. У меня 418, народу много, там сейчас начали все ругаться. И, ну, мне сказали, что, в принципе, должен к четырем успеть. То есть он работает до четырех, в принципе, до конца смены должен номера отдать и получить грузинский. Ну, не знаю, как это получится. Что-то я сомневаюсь. Очередь очень большая, народу очень много. Мы будем надеяться, что сегодня уже будем с номерами. Все, я получил уже номера, и сейчас надо в Д-блок. Вот они, родные, новенькие, еще краской пахнут. Ну, в целом, не знаю, дырявить их, наверное, все-таки буду делать отверстия и садить их на саморезы. Потому что у нас в Беларуси иногда из-за сильных дождей их смывает просто, когда машина едет по трассе. А здесь, учитывая их тропические ливни, так вообще им тут и бог велел уже быть на саморезах прикрученных. Вот, вот такой вот дали сертификат на машину документы. Вот, в целом, это все удовольствие обошлось 128 лари. Вот, это бы, может быть, было бы и дешевле. Но у меня еще взяли за то, что спросили, паспорт есть грузинский. Я говорю, нет, у меня сказали доплатить еще там 5 лари плюс комиссия банка. Всего это оформление всех документов, это 50 лари плюс номера 70 лари, это 120 лари плюс за каждую комиссию по лари банк берет. И то, что нет грузинского паспорта, это еще 5 лари плюс 1 лари. Как бы, комиссия вот этого за все в сумме 128 лари. Если же я буду сдавать это все, то мне сказали, что 50 лари плюс 2 лари комиссия, то есть я же не буду эти номера менять, да. То есть я просто свои заберу, поэтому как бы только 50 лари. Вот, хотя я изначально думал, что это будет бесплатно, потому что я-то, в принципе, только забираю их. В целом, все прошло относительно быстро, хотя изначально надо было занять заранее очередь в блоке А. Ну, я не занял, поэтому как бы, как есть, так есть. Уже конец рабочего дня, я только сейчас уже освободился. Так вот, поначалу, как только вы приезжаете, сразу идите в блок Б. Запомните, блок Б, такой алгоритм, потом блок А, и потом только блок Д. Вообще, я дам совет сразу же занять лучше в очередь в блоке А, а потом уже идти в блок Б. Потому что, если бы я так сделал, то я бы сэкономил кучу времени. Поэтому сначала занимайте очередь, придите там на талончик, а потом идите в блок Б, там оформляйте документы. Кстати, что касается документов, очень интересный факт, мне нигде не сверяли ВИН-код мой. То есть я приезжал, пересекал границу, мне ВИН-код мой не сверяли. Здесь же я опять же оформляю на грузинские номера все это, и мне опять же не сверяют ВИН-код. То есть я поднял капот, он даже не посмотрел, сразу все, дал мне документы, иди в блок А. Камон, друзья, блин. Я могу приехать вообще на серой машине, распиленной на какой-нибудь, там угнанной, мне никто ничего не проверяет. Интересно, конечно, этот вот вариант. Хотя у грузин, которые покупали, продавали машину, то есть меняли регистрацию, их сверяли ВИН-код, и даже там просвечивали что-то, и даже протирали. Вот, ну, это вот такая вот интересная моя заметочка. Вот, в целом, конечно, все относительно быстро, если бы, конечно, я занял изначально очередь. Потом блоки А, там, в принципе, занял это все минут 20. Меня спросили мое место проживания, там мой телефон, то есть просили там доплатить 5 лари, да, за то, что паспорта нету грузинского. Ну, и в такие вот мелочи, в принципе, это все заняло там чуть-чуть. Вот, блоки Д, 5 минут, и вам выдали сертификат. Все. То есть, в принципе, ну, заняло день у меня. Так что, друзья, если вам есть что сказать, то напишите в комментарии, мне будет интересно почитать, да и другим будет полезно. Ну, а в целом, ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok